Центральный округ по праву можно назвать самым холодным в Туле. Оттуда приходило больше всего жалоб на холодные батареи. Свыше 1400 обращений поступило на телефоны горячих линий с начала отопительного сезона. Опираясь на статистику жалоб, в администрации составили рейтинг худших и лучших управляющих компаний. Наиболее качественно организовали подачу тепла УК Внешстройкоммун сервис, директор Ватановский Владимир Иванович, УК Развитей сервис, директор Покатаева Наталья Ивановна, УК Тулица, директор Юрчикова Юлия Владимировна. Я не случайно упоминаю имена и отчества директоров. У нас такая вот тенденция к тому, что управляющие компании могут наименования свои менять, однако люди за ними остаются, как правило, одни и те же. В свою очередь список аутсайдеров огласили главы терокругов. По их мнению, со своей работой не справились в 10 УК. На них приходится больше всего обращений. Очень плохо отработали, очень плохо отработали в районе управляющие компании «Астек», «Аврора», «Уютдом» и «КЖКХ». Управляющие компании «Астек», которые здесь уже называли, я отмечу, из 6 домов было 89 обращений. Далее «Уютдом» 2 дома всего, а 14 обращений, дома небольшие. С худшей стороны хочу отметить, значит, управляющие компании «Арсенал», значит, руководитель «Пархая», лидер «Домовой», «Юшкин», которые вообще не принимали никаких решений, значит, я об этом Роман Львович сказал. Доверие, НЕГА, Комсервис, значит, эти управляющие компании фактически не подготовили к зиме к отопительному сезону. В рейтинг входит 90 управляющих компаний. Начальник управления по городскому хозяйству Роман Мурзин пообещал жителям помочь попрощаться с теми, кто этот список замыкает. Администрация имеет право инициировать собрание собственников жилья для смены управляющей компании. Илья Логинов, Игорь Щепотев, Новости, Тулы. Субтитры создавал DimaTorzok